Как раз перебрав, я пришел в джиу-джитсу. Теперь я лежу все время. И мне хорошо. Ой, вы так прекрасно выглядите. И вы тоже замечательно. В двух-трех словах расскажи нам свою историю, как ты пришел в джиу-джитсу. Ну, я работал до 30 с чем-то лет менеджером. Потом бухал и ездил по стране, продавал всякие нефтепродукты. А потом вдруг решил, что я буду хорошим примером для своих детей, а не плохим. И начал заниматься всякими разными видами борьбы. И немножечко перебрав, пришел в джиу-джитсу. Перебрав. Как-то раз. Как-то раз перебрав, я пришел в джиу-джитсу. Почему именно в джиу-джитсу они были? Потому что там не надо падать. Сам бы меня роняли, мне было больно и травмировали меня. Да, я хорошенечко перебрал. Я айкидо занимался каким-то, ну, типа, когда был очень толстым. Я был плюс 20 килограмм, а потом скинул. Вот. Ну, айкидо мне помогло немножечко войти в какой-то ритм. А потом я пошел заниматься самбо, но понял, что это слишком жестко. Там очень больно люди делают тебе морально. И они тебя бросают, они на тебя падают сверху. Все это травматично. И я, короче, подумал, что нет, лучше лежать. Выбрал путь лежа. Теперь я лежу все время. И мне хорошо. Твои дети последовали твоему примеру? То есть, хотел быть примером для детей? Да, мои дети не курят и не пьют сейчас, в данный момент. Так что, как бы, миссия выполнена. Пока промежуточные этапы меня радуют. Вот еще, к тому же, мой сын начал заниматься. И все, и уже скоро, мне кажется, будет меня уничтожать. Сейчас 13 лет, я уже его начинаю бояться. Затащишь битву против сына через 10 лет? Через 10 лет точно не затащу. Я уже думаю, что через пару лет он меня будет сшатывать. То, как он рубится, то он не отпускает. Если ты его, типа, взял в захват, он не отпускает. Знаешь, такое. В общем, короче, настрой боевой у парня. Субтитры сделал DimaTorzok